Всем привет! Давно хотел записать это подгорающее видео, но только сегодня я собрался с мыслями. Причем мне помог собраться с мыслями совершенно неожиданный обзор от человека, который не является фотографом, а просто рассказал, почему вам не нужно покупать Canon M50 в 2022 году. И я его послушал, и я понял, что то, что он говорит, это относится не только к M50, а в принципе к любому фотоаппарату как таковому. Потому как там человек, ну у него есть много технических неточностей, то есть не фотограф, он не понимает, что к чему, но на самом деле именно это мнение было для меня очень полезным, потому как мы здесь, ну скажем так, варимся в своем болоте, и люди в основном понимают, что к чему, но при этом мы отрываемся от реальности и от того, что почему же телефоны активно вытесняют фотоаппараты, в чем фишка, в чем отличие мышления, потому что я в этом видео хочу рассказать о том, почему некоторым людям действительно лучше снимать на телефон и не думать в сторону вообще вот этих вот устройств. Это, кстати, касается и микро 4,3, которые как бы фотоаппараты, но лучше уже снимать на телефон. Я объясню почему. А дело в первую очередь в психологии, в том, чего мы хотим от камеры. И, конечно же, когда люди покупают какое-либо устройство, которое снимают, главное, чего они хотят, чтобы оно красиво снимало. И есть в этом очень сильное заблуждение в том, что когда люди покупают фотоаппарат, особенно, ну меня сейчас здесь нет, я себя сейчас снимаю на Canon R5, так, чтобы показать, люди берут фотик с расчетом, что там все будет очень красиво и по-другому. А по факту оно оказывается не так. Китовый объектив оказывается темный, оказывается, бокашечки там нет, оказывается, в темноте он не снимает, а там нужно купить еще и новый дорогой объектив, а потом оказывается нужно научиться настраивать это все устройство, и что-то оно не то. Потом человек думает, нет, наверное, надо купить фотик еще подороже, объектив еще подороже, и вот тогда будут светлые фоточки, если это будут дурацкие Canon R6, у которого ISO совсем не такие, как у Canon R, вот вообще другие ISO, если там есть дебильный матричный стаб, то, конечно же, нам думать не нужно, и эта камера будет снимать за нас. Но я хочу поговорить о том, почему нужен именно телефон таким людям, потому что фотоаппарат, он нужен на самом деле тем, кто хочет геморроя. Потому что история с фотоаппаратом – это история про то, что вы хотите вникать и вы хотите получить кучу головной боли. Нужно хотеть в первую очередь не картинку, а головную боль. Вот такая вот новая философия. Потому как с позиции самого короткого пути до получения картинки реально телефон рулит с этой самой воспетой в аналог вычислительной фотографии, которая сводится к тому, что камера думает за пользователя. То есть она сама делает HDR, сама рисует бокашку, сама подбирает оптимальные условия, условия съемки, имеется в виду все настройки, там и баланс белого, и диафрагму, и все она подбирает и делает. И эта автоматика уже работает, ну скажем так, для простого пользователя, автоматика работает лучше, чем автоматика на фотоаппарате. Потому что фотоаппараты сами, как устройство, сама философия использования фотоаппарата подразумевает, что вы должны разбираться в том, что такое выдержка, диафрагма, как это все между собой взаимодействует, как выбирать оптимальные параметры. И я вижу по комментариям, что многие люди на этом спотыкаются, что некоторых даже необходимость настройки баланса белого уже повергает в шок. Это касается особенно, ой, на Fuji неправильный скинтон. Блин, ну почему вы не хотите поменять баланс белого на какой-либо, кроме автоматического? Я вижу, что это до такого доходит, что люди уже готовы слить там полторы тысячи долларов на другую камеру, потому что там цвет неправильный. А может быть у кого-то руки неправильные, что они не умеют настраивать баланс белого? Но с другой стороны, человек голосует рублем, деньгами, он сам вправе выбирать, что ему покупать. Так с такой позиции, если не хочется вообще париться, реально телефон гораздо лучше, потому что он думает за потребителя, ну за пользователя, потому что сама философия использования телефона, нажал на кнопочку, получил результат. Вот это самое главное. И путь красивой фоточки с телефоном гораздо короче, чем с фотоаппаратом, потому что фотоаппараты вообще-то еще подназывают обработку RAW-файлов. А я вижу в комментариях, не, нура вы, это для профессионалов. А мне вот как любителю, чтобы сразу все было. Слушайте, сразу все было. Вот, волшебное, волшебное вот устройство. Думать не надо, потому что фотик, это реально про геморрой. И я вот, что хотел сказать по этому видео, я ставлю ссылку. Человек вообще не фотоблогер, не фотограф, но он снимает видео там про какие-то машины, я не знаю, про что-то другое в общем. И какие его главные были претензии к фотоаппарату? Ну, в том, что он купил M50, там в комплекте идет темный объектив, который понятно, что при плохом освещении не вытягивает. Бакашки там нет у этого объектива. Потом в том, что он не может заряжать M50 через USB, но это особенность именно M50, потому что вот XS10, например, можно заряжать. В зависимости от модели камеры. Но что мне понравилось в его обзоре, что он сравнивает именно характер использования по сравнению с телефоном. То есть, что неподготовленный человек получает, купив фотоаппарат, относительно того, что он может получить сразу же на телефон. Причем телефон у него еще не самый топовый. То есть, на фотоаппарате нужно задумываться про новые объективы, это дополнительные траты. Нужно задумываться про обработку. Нужно думать про аккумуляторы, то есть их менять. То есть, знаете, банальные такие вещи, то, что нужно достать аккумулятор, вставить его в зарядку. Если куда-то едешь, брать эту зарядку с собой, брать дополнительный аккумулятор с собой. Его это уже напрягает, и это человек в своем праве. Потому что с телефоном он ни в чем этом дополнительном не нуждается. Потому что телефон в любом случае берется с собой, шнурком заряжается и все сразу же делает. Если люди при этом, понимаете, касательно качества результата. Следующий момент, как мы будем оценивать. Потому что вот он же говорит, что так эти все фоточки мы отправляем через соцсети, они все это пережимают. Но на самом деле, я вам так от себя скажу, что даже с учетом пережатия, ну, видна разница. Но опять же, как снимать на фотоаппарат? Потому что если снимать на китовый объектив, с каким попало освещением, с какими попало настройками на фотоаппарате, то есть вот из серии я достал, просто нажал на кнопку и снял, то телефон будет лучше справляться, потому что у него эти настройки автоматически зашиты сразу же, с которыми он это изображение улучшит. А фотики, допустим, те же самые Fujifilm, из которых можно вытащить шпеги очень с хорошим динамическим диапазоном, ну, так это ж нужно поплясать с бубном, нужно повникать. А я вижу, какую-то боль людей вызывает в комментариях, как это все сильно напрягает людей. Так реально, с таким подходом гораздо проще и лучше снимать на телефон. Тем более, что если, знаете, следующий момент, а я не вижу разницы, когда ты показываешь бок о бок две фотографии, проваленный динамический диапазон на убогой микро и на кроп-камере, где динамический диапазон, ну, я бы сказал, две ступени в плюс там есть разница между микро и кропом по динамическому диапазону. Но комментарий, который я вижу, причем меня от этого бомбит, наверное, будет уже не первый месяц, не первый выпуск я буду об этом вспоминать. Так на фуджи ж фоточки темные, а на олимпусе фоточки светлые. И ты такой берешься за голову, и это человек, который думает, что он фотограф. Слушайте, ну, когда вы берете RAW-файл, RAW-файл, он на той RAW-файл, что из него можно все вытягивать. И суть RAW-файла в том, чтобы получить максимальную гибкость, которую вы можете вытянуть из этого файла. То, что на олимпусе там просто провалены света, и их оттуда не вытянуть никак нельзя уже просто никогда и все, об этом мы не слышали, не знаем. Но на фуджи фоточки темные, елки-палки. Не только на фуджи. Если вы снимете на кроп-кэнон, он тоже будет сохранять света. В принципе, фотики более приличные, чем днища на микро 4 третьих. Они снимают с сохранением информации в светах. Ну, и тени, получается, в RAW-файл провалены. Но вы их можете вытянуть. То олимпусы снимают с поднятой экспозиции, чтобы сразу же были яркие фоточки с проваленным небом и низким динамическим диапазоном. Но зато у нас фоточки яркие и светлые. Послушайте, ну это такие дешевые понты. Вот для тех, кому гораздо проще было бы снимать на телефон и получать сразу же фотки с добавленным динамическим диапазоном за счет просто обработки. То есть, если мы о RAW-файлах рассуждаем так в теории, ну хорошо, что они есть, но я не знаю, что они такие, и мне это не надо, так не надо фотоаппаратом пользоваться. Ну вообще, от слова вообще. Потому что RAW-файла очень сильно расширяет возможности фотоаппарата. Но, смотрите, сейчас же любое устройство, будь это фотоаппарат или телефон, рассматривается как гибридное. И вот человек в своем обзоре, ну мне это, знаете, вот его зачмырили в комментариях, а мне понравилось то, что он рассказал, несмотря на многие технические ошибки, потому что это мнение реального пользователя, который вот берет устройство под какие-то задачи, а не просто, чтобы рассказать, где больше FPS, где какие параметры. Ему нужно просто пользоваться устройством. Он с позиции пользователя рассказывает. И он говорит, что мне для того, чтобы снять блог, снять видосик, нужно поставить, ну он кольцевую лампу поставил, свет, и в общем-то на телефон получается резкое нормальное видео. Все, приехали. На M50, если снимать на улице, ну картинка мягче будет. Опять же, там есть автофокус, там картинка порезче, чем на дне Canon 100D, которая под видео вообще не алло. Но если снимать блог, допустим, в помещении, вот в таких условиях, как сейчас, ну оно на телефон тоже не будет, будет неплохо выглядеть. Тем более, что в телефонах уже есть и зумы оптические, и разные фокусные расстояния. Не нужно платить за каждый объектив отдельно. Да, этот телефон будет подороже чуть-чуть, но все равно будет дешевле, чем фотоаппарат. И для тех людей, которые не видят разницы, то есть разница она, конечно, есть. Есть, бесспорно, телефон хуже снимает, чем камера. Но для того, чтобы камеру заставить снимать лучше, нужно очень хорошо поплясать с бубном, нужно докупить оптику, нужно научиться это обрабатывать, настраивать и нужно приложить свои руки. Потому что в клубе Секта Микро 4.3 про прямые руки рассказывают чисто так, так же, как и про Рафаилы. В теории они там где-то нужны, но мы будем о них знать и говорить об этом аргументе, чтобы защитить наши убогие камеры. Потому что по факту намёка на это нет. Это фоточка, это фоточка тёмная, это светлая. Жесть, жесть, я не могу, меня бомбит от этого. Так вот, чтобы вытащить из камеры что-либо получше, нужно к ней прилагать руки, а к телефону практически нет. Но что важно ещё по поводу блога, который я посмотрел. Человек, который реально не разбирается в камерах, кучу ошибок там допустил при повествовании. Но он уже понимает, что для того, чтобы ему хорошо снять блок в помещении, ему нужно в первую очередь свет. То, что я тут говорю зачастую тщетно, ну я знаю, что многие меня понимают, но некоторые мне до сих пор рассказывают, что там другая матрица, и там всё будет по-другому. В Canon R6 или ещё где-нибудь. И человек, который не шарит в камерах, но он понимает самое основное, что он поставил на себя свет и хорошо себя снял на телефон. И задается вопросом, а зачем мне тогда покупать камеру? И действительно, если, знаете, если стоит цель с позиции самого короткого пути к получению изображений, причём короткие по всем статьям, вложение денег, короткие с позиции вложения времени, то телефон сегодня выигрывает. То есть, потому что в любом случае свет нужно будет покупать, если вы снимаете блок в помещении, что с камеры, что без камеры. Но с позиции короткого пути нужно в первую очередь купить свет, звук, то есть микрофон, ну научиться монтировать. А какая там камера будет? Ну вот реально это уже на сегодняшний день, то есть, учитывая то, что телефоны научились снимать, хорошая 4К, ну резкая. Под хорошими в первую очередь резкая, но HDR режим уже как бы и начальные фотики как бы уделывает, потому что HDR на видео добавляет динамического диапазона. Да, картинка плоская, но опять же, вот эта разница между этой плоской картинкой и не плоской, где она себя реализует. И по факту она, да, она важна, я её вижу. То есть, я из тех, кто хочет заморачиваться, но я думаю, что это понятно по этому каналу. Но есть огромнейшее количество людей, которые воспринимают картинку, не напрягаясь и не парясь. А если вы не напрягаетесь, то первое, на что вы обращаете внимание, это свет, рисунок, свет. Уже потом вы смотрите на детализацию. То есть, за вот эту разницу в детализации и в объёме нужно заплатить немало денег и немало времени потратить на настройки всей этой радости. И поймите мне правильно, я сейчас не говорю, что всем нужно переходить на телефоны и что фотоаппараты уже всё, отошли в прошлое. Это бред. Это не так. Просто у них разная аудитория. И я хочу подчеркнуть, что уже отличие, оно лежит не совсем в плоскости качества изображения, а в плоскости желания копаться и в плоскости желания думать как фотограф, желания этим болеть, этим жить. Это очень большая пропасть, потому что я вижу, что многие люди «Ой, дайте мне камеру, чтобы нажимать кнопочку, и чтобы мне за свадьбу заплатили сразу кучу денег». То есть, он не хочет вникать в саму суть ремесла, он не хочет учиться. Ему нужен самый короткий путь. Хотя, конечно, по съёмке свадеб на телефон это очень плохая идея, так же, как и снимать свадьбу без вспышки. Мы после стрима задали вопрос, человек снимает свадьбы со вспышкой или без. Ну как? Ну люди, ну вы же фотографы, ну как? Если вы снимаете в хаотичных условиях, фотографируете свадьбы, ну на банкете, там, сям, в другом месте, в третьем, вам нужна вспышка. Ну нельзя так. Ну фотография – это про геморрой. Вот в чём дело. Ну я это так утрирую, но это про желание развиваться, про желание думать в этом направлении. Характер мышления, когда мы не хотим думать, когда мы хотим максимально лёгкое устройство, максимально простое в использовании, то им являются не фотики, на убогой микро 4,3, потому что они формально являются фотоаппаратами. То есть у них есть все те, для неискушённого потребителя, все те недостатки фотоаппарата. То есть это отдельное устройство, которое стоит отдельных денег, пусть оно даже маленькое, лёгкое. У него есть батарейки, которые нужно заряжать, у него есть дорогие объективы, которые нужно докупать и менять. И то есть это тот же самый класс фотоаппаратов, которые по картинке как бы не стоят вступления туда. Но микро просто – это вся история про людей, которые когда-то в это вступили, на тот момент, когда телефоны ещё не были столь конкурентоспособными. То есть телефоны, скажем, в своём сегменте действительно развиваются. То есть они по-прежнему, с позиции фотографии, во многих отраслях по картинке, если приложить правильные руки, никак не опережают Canon 100D 2013 года. Но для этого к Canon 100D нужно приложить немало усилий. По, допустим, в случае с интерьерной съёмкой, по процессу съёмки, по постобработке, это не будет одним кликом вообще. При предметной съёмке нужно будет купить несколько источников света. Так как мне человек пишет, так там же свет стоит больше, чем эта камера. Так это, ну, да иначе не получится вообще никак. Другое дело, что я сниму что на 100D, что на R5, критической разницы не будет при хорошем освещении. Ну, будет, большая разница в детализации будет. Там 45 Мп, 18. Ну и всё. Там вся разница между этими изображениями в предметной съёмке. Но нужно прилагать усилия. А если усилия не прилагать, то есть если такое есть мышление, что мы не хотим париться, мы хотим просто побыстрее получить картиночку. И не все же люди болеют фотографией. Почему фотография как такова обесценилась? Потому что как средство получения изображения, она стала реально простой. То есть можно, если её рассматривать, как, не знаю, как искусство, как ремесло, как хобби, как нечто, во что вы вкладываете усилия, конечно же, она имеет смысл, она жива, и для этого нужно пользоваться именно фотоаппаратами. Если вы хотите быть фотографами, но большинство людей не хочет быть фотографами, они хотят просто получать картинку. Или, ну, допустим, по видеосъёмке. Не хотят быть профессиональными видеооператорами. Они просто хотят снимать там блог и всё. То есть вот эта съёмка, она является лишь средством, которого, ну, чем меньше будет ему уделяться времени и денег, тем лучше. И с такой позиции телефон рулит. Вот я вам говорю сейчас, соблазжившись камерами, ну, не все, тут, понимаете, тут ещё не все мои камеры. У меня-то другое мышление. Я этим болею, мне нравится копаться в камерах. Но для этого нужно именно желание этим заниматься. Фотографией или там видеосъёмкой, чтобы покупать эти, ну, устройства, которые неизбежны, будут дорогими. Потому что к ним нужно докупать кучу всякой фигни. То к телефону этого делать не нужно. Телефон также очень хорошо заполняет нишу для тех, кто не видит разницы. То есть, ой, микро 4.3 нормальный фотоаппарат. Для тех, кто не видит разницы. Так вот, здесь же тоже есть RAV-файлы. И я вам покажу фотки, которые я обработал в RAV-е с этого телефона. Я даже могу RAV-ы чуть-чуть покрутить. Я вам скажу, что не крутится. Ну, конечно, не как с фотиком, но крутится. Давайте покрутим RAV-чики с телефона ради интереса. Вот они у меня в DNG-формате. Я специально снял, по-разному снял, чтобы посмотреть, что там с экспозиции. Смотрите, света, но в данном случае не сильно вытягиваются, но зато у нас сохранены тени. То есть, снимать вот так с брекетингом можно. Но, опять же, у меня штатива не было. Сейчас мы попробуем это склеить, чтобы получить динамический диапазон. Но этот кадр нам сохранил тени. Далее, смотрим вот с таким режимом. То есть, все это в ручном режиме снималось. Небо у нас по-прежнему не вытягивается, но тени у нас проработаны неплохо. Теперь недоэкспонированный кадр, в котором видно небо. Вон, смотрите, небо у нас прям хорошо сохранилось. Давайте попробуем вытянуть тени и происходит какая-то розовая катастрофа. Причем, неравномерно. Даже, ну, как-то очень жестко она происходит. И вот это вот скорректировать просто, ну, как бы маловероятно представляется мне. Посмотрим. Вот с одной фотки, по-моему, это даже нереально снять. То есть, тут динамического диапазона явно не хватает. Небо у меня выбивается вообще в никуда. Ну, вот это максимально близкое к тому, чтобы это снять с одного кадра, допустим, вот так. Ну, да, солнце выбито, но, кстати, неплохо получается. Вот, смотрите, с телефона я бы убрал насыщенность, а то она слишком вырвиглазно получается. Можно еще чуть-чуть подтянуть, допустим, тени, еще чуть-чуть цвета, как-то вот так это сделать. Это выглядит уже довольно мягко. Понятно, что вот здесь у нас мы не проработали это до конца. Сейчас я сделаю фокус-чпокус, я совмещу две фотографии, которые были сняты, как я вам показывал, с сохранением цветов и сохранением теней. То есть, HDR всего лишь из двух фотографий на телефон. Смотрим, что получится. При этом, мои руки были достаточно прямые, чтобы снять это без штатива, и оно у меня даже склеилось. И смотрите, очень даже неплохо у меня сохранился динамический диапазон. То есть, если снимать с брекетингом вот так, хотя в интерьере я делал похожий фокус, в интерьере это не работало. Там, видимо, перепад динамического диапазона еще выше, еще сильнее. Но здесь это выглядит очень даже симпатично, если это, опять же, выложить в инстаграмчик, вообще круто будет. Но я вам скажу, что и на мониторе вот здесь это выглядит неплохо. Плохо это выглядит вот здесь. Здесь у нас какие-то косяки пошли жесткие справа. Интересно, открывается такой жестко розовый, а потом он как бы одумывается и переключает ее в нормальный. То есть, исходник какой-то вот такой. Смотрите, давайте еще попробуем что-либо потянуть. Здесь, смотрите, с сохранением неба я снял. И вот вылезает это очень жесткое мадженто. Но у меня есть второй кадр, снятый с поднятой экспозиции. И, кстати, здесь видно, что вот у нас эти пятна и засветы неприятные, когда мы поднимаем экспозицию. Сейчас объединю эти две фотографии и сделаю то же самое, что и там. И смотрите, что у меня получается. Получается очень даже, кстати, симпатично. Но это если то, чем я сейчас занимаюсь, я в RAVI делаю HDR. То есть, не в Шпеге, как обычно этот телефон делает, а именно в RAVI. И тогда, конечно, результат получается весьма даже симпатичный. И вот это уже можно тянуть, потому что с одного кадра... Ну, вот здесь то, что снято по свету. Кстати, смотрите, пересвет и даже вытягивается. То есть, вот эти RAVI, ну, то есть, что микро 4 третьих, что мой телефон, и там, и там можно тянуть RAVI. Так зачем с собой брать недофотоаппарат? Уже, смотрите, вон, красивый пейзаж, я потянул, вытянул, нормально. То есть, просто тут, ну, реально нужно делать два кадра. Хотя, вот, просто здесь я снимал не против солнца, а по солнцу. И я переэкспонировал кадр, то есть, у меня тени уже вытянуты за счет того, что он переэкспонирован. И я это все возвращаю. И это выглядит, смотрите, тени проработаны в деревьях очень даже симпатично. Детализация хорошая, все очень даже резко, классно. Ну, я вам покажу фотку вот здесь, вот, мне понравилась эта композиция, сейчас я вам покажу. Просто проблема в том, что она очень контрастная. То есть, вот у нас есть одна фотка совсем против солнца, вот у нас стандартная фотка, причем она вот так не вытягивается, неинтересно это получается. И фотка с сохранением цветов. Я объединю две фотографии, сейчас мы посмотрим, что из этого выйдет. Очень даже интересно, посмотрите, у меня и небо сохранилось, и тени сохранились. Сейчас мы посмотрим. здесь видны, вот здесь видны артефакты, потому что вот это все движется от ветра, вот здесь шум виден сильный, поэтому такие вещи, когда мы склеиваем, сейчас я попробую поставить другую галочку, мы поставим такую штуку, D-Ghost, которая, кстати, в Capture One нет. Вот вам преимущество Lightroom, вот, видите, то есть, это те части изображения, которые двигались и не совпадают, он их будет, ну, будет брать только с одной фотографии, чтобы не было дефектов. Ну, я вам так скажу, конечно, отрава с фотоаппарата, это отличается. Очень сильная шумность после склейки, если мы эту, то есть, я тут, смотрите, накинул резкость, если мы эту шумность подавим, то мы сильно потеряем, ну, потеряем детализацию, и у нас это все превращается в кашу. Но, учитывая то, что я это смотрю на мониторе, а не в инстаграмчике, то есть, для инстаграмчика, наверное, я бы не включал шумодав, оно не будет бросаться в глаза. Ну, или поизвращаться, кинуть шумодав, допустим, по масочке, вот так вот, только сверху кинуть шумодавчик, сейчас мы посмотрим, почти спасает, скажем так, все равно до конца этот шум не уходит, но здесь все равно провалы сильные в тенях, все равно видно, что это с телефона, но во всяком случае, по сравнению с исходной фотографией, с тем, вот с этим выбитым кадром, или вот с этим выбитым кадром, разница колоссальная, и тени вот так сильно тянуть не нужно, то есть, это просто, ну, не тянет этот телефон, такого, но на мониторе это смотрится так себе, то есть, все сводится к тому, что если это смотреть с экрана мобильника, то будет просто отлично, вот я сейчас подавил шумы, то есть, если вот это выложить в инстаграм, то именно в инстаграме можно будет подумать, что это чуть ли не с фотоаппарата снято, хотя учитывать вот кашу здесь спорный момент, конечно, то есть, HDR на самом телефоне вот так не снимает, то есть, в лайтруме можете получить значительно больше, но если попляшете с бубном, а тут мы все равно переходим в, ну, в категории того, чтобы плясать с бубном, то есть, я как бы взял телефон, а уже трачу на это время, уже работаю, как с фотоаппаратом, а результат, естественно, будет не такой, как если вы сняли камеру, там, ну, с матрицы побольше, типа, APS или полный кадр. Для тех, кто делает обзоры на микро и крутит там рабы, у меня такой фейспаум, то есть, я не одну статью смотрел, там рядом человек рассуждает, там, какой олимпус, там, ты-да-да-да-да, а рядом у него фоточка на какой-то древний айфон, шестой или четвертый, не суть важно, так вот, фоточка на айфон ничуть не хуже. И вопрос, нафига тащить было с собой лимпус с разными объективами? То есть, только для того, чтобы поиграться в фотографа, но это именно поиграться, потому что там работать не с чем, просто по сравнению с камерами, у которых матрицы хоть чуть-чуть, но побольше. Но с позиции я не вижу разницы и RAV-файлы, а не RAV-файлы всегда, какими бы они ни были, ну, так телефон вполне себе работает. Ну, поиграться можно, причем, не надо еще и компьютер покупать, оно еще и все и в телефоне есть. Я даже не знаю, какие там есть приложения. Мобильный лайтрум уже появился по телефону. Берите себе, тяните, на экране телефона все это будет красиво выглядеть. Кстати, у меня товарищ выложил фотку, я покажу вам с его инстаграма, в камень с Подольском, он снял на закате там замок и очень даже ничего. Я так смотря в инстаграме, в инстаграме, я бы даже подумал бы, чтобы он это на фотик снял. Но он обработал опять же, снял на телефон в RAV-е, обработал в RAV-е, выложил в инстаграмчик и нормально. И с позиции не заморачиваться, знаете, даже некоторые фотографы к этому приходят. У него есть 6D Mark II, L-ки, объективы, но там он снял именно на телефон. Он с собой не тащил всю эту братью, снял на телефон и получил все удовольствие. Вот и вся история. Понимаете, в чем фишка? Телефон, несмотря на то, что у них маленькая матрица и технически они все равно уступают фотоаппаратам, то есть там значительно ниже рабочее разрешение. Возможности по съемке в темноте, ну как, в EdgePage за счет вычислительных технологий можно уже и звезды снимать, там эти, на Google Pixel, на эти телефоны. Но тут же, понимаете, в чем фишка со звездами? Вы же, если вы возьмете фотоаппарат, возьмете штатив, светосильный объектив или даже астротрекер, вы получите совсем другую детализацию, вы сможете играться с фокусными расстояниями, вы сможете этим всем страдать долго, нудно и тщательно. И самое главное в этой всей истории это именно страдать этим всем. Потому что с позиции быстро получить фоточку и выложить ее и произвести впечатление за счет этой фоточки, так телефон уже выигрывает. С какой стороны не посмотрю, получается, что фотики становятся нерациональными. Но, допустим, репортажная фотография за деньги, за которую много все равно не платят, для нее, конечно же, вам понадобится фотоаппарат. Но, насколько к этому стоит стремиться, опять же, это уже лежит в плоскости, у кого лежит душа. Подход такой, ой, посоветуйте мне крутой фотик для коммерции, мне только кнопочку нажать, и только вы мне посоветуете хороший фотик, а я только кнопочку буду нажимать. Это уже бессмысленная история на сегодняшний день. Лично мне на телефон вот банально неприятно снимать, потому что у него нет удобного тактильного интерфейса, ну, то есть, это все сенсорный экран, нет кнопок, это все с моей позиции криво, нет гибкости, не могу настраивать это все так, как мне хочется. Но, опять же, это с позиции моего мышления, с позиции моего опыта. Вы, понимаете, берете фотоаппарат, у вас все под рукой, у вас куча кнопочек, которые вам нужно бессмысленно переназначать, потому что вам не сделали их сразу из коробки. И вам вот хочется в этом всем играться, и вы получаете от всего этого удовольствие. То есть, уже такая, знаете, техника ради техники. И к фотоаппарату, как я уже говорил в своих других видео, должен прилагаться хороший монитор, компьютер, софт, потому что вот эти разговоры, ой, оно и так нормально выглядит, я не вижу разницы с телефона. Ну, реально, если потреблять контент только с телефона, то фотик, ну, уже становится атомизмом, действительно, как бы это грустно ни было. Но, если вы работаете с компьютером, а я с компьютером в основном и работаю, то на экране монитора любая фоточка с телефона сливается очень быстро и далеко. Но фишка в том, что очень много людей не смотрят изображения на компьютере. Как бы, знаете, вот есть, ну, действительно, профессиональная ниша, если вы создаете коммерческий контент, который будет смотреться на мониторах. Ну, про бигборды уже даже и говорить не хочется, потому что это настолько узкий сегмент. скажем так, на мониторе фоточки для сайта, вот популярные запросы, то там, да, фотик как бы даст преимущество. Но ведь большинство людей покупает телефоны, фотоаппараты для того, чтобы снимать для себя. И как еще раз, вот человек с видео сказал, я вот, он говорит, берем мы с собой куда-то на прогулку фотоаппарат, и я, говорит, жену хочу пофоткать. И в очередной раз она ему говорит, так не надо с собой брать, сфоткай мне на телефон, зато сразу мне скинешь, сразу эта фотка запостится, и она будет здесь и сейчас. То есть, вот два создателя, потребитель контента, и их это устраивает. И спрашивается тогда, вот если мы ставим все так рационально и так сухо, то есть, мы не любим фотографии, мы просто хотим результаты, просто хотим картинку. И опять же, телефон выигрывает, получается. Покупка фотоаппарата должна подразумевать не просто желание получить супер-пупер крутую картинку, потому что она, ну, от самого фотоаппарата, как бы, зависит постольку-поскольку. Она должна подразумевать желание копаться в этом фотоаппарате. То есть, не просто дайте мне волшебную кнопку снимать красиво, а желание познать все остальные кнопки, познать все режимы, что там, как работает, зачем оно надо, какие там выходят новые объективы. То есть, это уже занятие ради самого занятия. И в этом плане я вам скажу, что я не признаю вот тех предателей, камрадов, которые мне пишут, уже несколько человек таких было, пишут, вот у меня есть там какой-то Кроп Кэнон 70-300 объектив, а в качестве ширика я использую камеру в телефоне широкоугольную. И вот это меня тоже, знаете, как-то вот поражает, потому что, если у вас уже есть фотоаппарат, то ширик с телефона, он просто отвратительный, потому что широкоугольная камера на телефоне, там матрица значительно меньше, чем основная камера. И качество этой картинки это просто днище. Не, ну для бэкстейджа в инстаграмчик, ладно, чтобы просто показать, задокументировать то, что было. Но если хочется показать что-то красиво, снять при, ну снять при плохом освещении тоже. Но опять же, внешний гугл пиксель, не знаю, там может быть и широкоугольная камера снимает в темноте. Ну это, конечно же, вопрос восприятия, именно на этом я хотел сакцентировать внимание в этом видео. Что вопрос восприятия, а не то, что надо купить более дорогую камеру, чтобы картинка стала получше. Ну просто, еще раз, заблуждение сильное в том, чтобы картинка легко стала получше. То есть, конечно, можно, но на телефон снимать гораздо легче и проще. Если хочется получить крутую картинку легко и быстро, то фотик покупать не надо, потому что это не будет легко и быстро. Вот в чем проблема. А на этом все. Подписывайтесь на мой телеграмм новый и заглядывайте в описание к этому видео. На этом всем пока.